Спасибо, Сергей Федорович. Спасибо, Сергей Федорович. Механизмы изменения ситуации – это, прежде всего, повышение компетенции наших специалистов в регионах, это обучение специалистов, это научно-практические мероприятия и в помощь к этому для улучшения доступности телемедицинские консультации, организация референсных центров. И, конечно же, эксперты национального центра участвуют в создании клинических рекомендаций, порядков оказания помощи, стандартов и так далее. Качество медицинской помощи оценивается по критериям качества, разработанными нашими экспертами. На основе 203 приказа мультидисциплинарная команда приезжает в регион, работает с историями болезней, с амбулаторными картами. И критерии, которые получены с чек-листов, они загружаются в автоматизированную систему, которая ранжирует регионы по тем параметрам, которые мы оцениваем. Создает визуализацию этих показателей, позволяет нам мониторировать, как устраняются эти недостатки. Большое значение, как я уже сказал, имеет ВИМИС онкологии. ВИМИС онкологии начала создаваться в 2019 году. В 2020 году, в июне месяце, она введена в опытную эксплуатацию. И все национальные центры онкологии и шесть субъектов Российской Федерации принимают участие в опытной эксплуатации. И эта система – это инструмент эффективного управления онкологической службой и ведения онкологических пациентов. Эта система позволяет прозрачно видеть от подозрения к онкологическому заболеванию до лечения, реабилитации, палеотивной помощи. Оперативно-автоматизированная система маршрутизации пациенту, обеспечение единых подходов к лечению, централизация отчетности от первичных данных, внедрение системы поддержки врачебных решений и другие вопросы, в том числе мониторинг кадров, мониторинг технического оснащения. Но и самое главное, коллеги, эта система начинает с нового 2022 года, мы начинаем все субъекты выгружать туда свои данные и ваши данные уже будут видеть на всех уровнях. Конечно, мы большое внимание уделяем развитию раковых регистров, целая команда у нас работает, работает с вашими специалистами в регионах. И нас, конечно, о чем мы и сегодня уже начали говорить, ждут существенные изменения в будущем году. И эти изменения как раз показывают на усиление вертикали, в том числе в онкологии. Это мы будем работать в рамках нового порядка оказания медицинской помощи. Обязательны будут выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения, а их уже больше 80. Нас будут, вас, субъекты, будут мониторировать по региональным программам, которые составлены по целевым показателям федерального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы будем подключены к ВИМИС. Ну и один из моментов, мы уже год работаем, финансируем специализированную медицинскую помощь от федеральных фондов МС. Это тоже элемент вертикализации, чтобы НИМИцы не зависели финансово от субъектов. Ну и еще один, что касается маршруизации онкологических больных, элемент вертикализации, что национальные центры принимают особую категорию больных с редкими нозологиями, сложными. Тогда, когда технологии диагностические, лечебные, очень дорогие, недоступные, то эти пациенты должны консультироваться и при необходимости направляться на лечение в НИМИЦе. Это было закреплено сначала в соглашении между руководителями НИМИЦ и руководителями субъектов, а сейчас это имеет отражение в порядках оказания помощи онкологическим больным. И, конечно, телемедицинские консультации обеспечивают доступность наших экспертов для субъектов для того, чтобы решать сложные вопросы. По тем пациентам, о которых я уже сказал, эти консультации бесплатны. Мы работаем на всю Россию, как вы видите, и почти в половине случаев это мы работаем с онкологической службой субъектов Северо-Западного федерального округа. То же самое касается референс-центров. Все национальные центры имеют референс-центры. Мы также работаем на всю Россию, но преимущества субъектами Северо-Западного федерального округа. И посмотрите, синим цветом это 2019 год, с зеленым цветом это 2021 год, насколько мы увеличиваем эту работу. Говоря о трансляции наших компетенций, их условно можно развести на разные группы. Это с одной стороны компетенции в диагностике и лечении онкологических больных, но очень важно и еще организационные и управленческие технологии, которые мы транслируем в регионы. Это расчет потребностей в лекарственных препаратах, контроль качества безопасности медицинской деятельности, это скрининговые программы, развитие региональных раковых регистрах, участие в международном проекте «Рак на пяти континентах», тиражирование удачных региональных практик, но, конечно, самое главное, это лечебные диагностические технологии, которые должны транслироваться в лечебные учреждения онкологической службы субъектов. Это малоинвазивные хирургические вмешательства, это органосохраняющие технологии, это интервенционные вмешательства, внедрение персонафицированных методов диагностики и лечения онкологических больных. Ну, возьмем даже такое сложное подразделение, как лаборатория молекулярно-генетических исследований, которую возглавляет профессор Иминитов Евгений Наумович. Даже там есть технологии, в которых очень нуждаются, которые мы можем уже сейчас транслировать в регионы. Например, выявление опухоли с наследственным раковым заболеванием, которые имеют иную чувствительность к химиотерапии. Поиск новых предиктивных молекулярных маркеров для опухоли легкого, толстой кишки, молочной железы, премиланомы. Как это сейчас важно, когда появились таргетные современные иммунные препараты. И уже в клинических рекомендациях заложено, что без некоторых исследований молекулярно-генетических нельзя это применять. И уже в регионах имеется соответствующее оснащение. Надо обучать специалистов и внедрять эти технологии, валидировать эти лаборатории. Видеоэндо-видеохирургия – основной тренд в хирургической онкологии. Вы видите, как за последние 10 лет развивались они в нашем учреждении. Практически в любой области тела применяются эти технологии. Но на таких органах, как при раке почки, при раке толстой кишки, при раке матки, 80-90% в нашем учреждении – это эндовидеохирургические вмешательства. Конечно, они должны иметь место в региональных учреждениях. Биопсия сигнальных лимфатических узлов для персонифицированного лечения. Биопсия сигнальных лимфоузлов позволяет уменьшить объем операций без ущерба обоснованного радикальности оперативного вмешательства. И уже рутинными стали операции при раке молочной железы, при раке эндометрия. Уже в нашем учреждении внедряются и будут готовы скоро к трансляции. Это при раке шейки матки, раке желудка, при опухолях головы и шеи. Визуализация лимфотока. Персонифицированный подход к облучению. Выявляются наиболее благоприятные поля облучения для предохранения нормальных тканей, что позволяет улучшить качество жизни. И уже в нашем учреждении это рутинная технология при первичном раке шейки матки, при раке молочной железы. Это те нозологические формы, при которых очень важна лучевая терапия. Но у нас уже проводятся исследования при других локализациях. Это интервенционные операции под контролем навигации. Биопсия, предоперационная маркировка, различные виды абляции. Это минимальная травматичность. Это эффект, сопоставимый с открытыми вмешательствами. Криоабляция. Да, технология по навигации, технология по кривовоздействию. Но вот эта технология с нашим отечественным оборудованием значительно снижает себестоимость, уменьшает травматичность и сопоставима с открытыми вмешательствами. Органосохраняющие операции при раке молочной железы. Вы посмотрите, как я уже сказал, при биопсии о лимфатических узлов это стало ретинно. Но, к сожалению, в регионах мы провели анализ практически ни в одном учреждении. На рутинный уровень эти технологии еще не стали. Является редкостью. Реконструктивно-пластические операции. Вот посмотрите, справа в нашем лечебном учреждении мастектомия делается только у третьих пациентов. У каждой четвертой пациентки делается органосохраняющая операция. У каждой четвертой, третьей делается реконструктивно-пластическая операция. И еще одна важная технология, которая должна иметь место, это сохранение фертильности у онкологических больных. Мы должны наших пациентов, молодых пациентов, попытаться сохранить фертильность. Мы должны предупредить, что есть такой вариант. И это работа наша. Онкологов. У нас все есть эти технологии. Либо превентивные, либо консервирующие технологии. Но понятно, что должна работать мультидисциплинарная команда. Кроме онколога, репродуктолог, акушер-гинеколог. Мы работаем совместно с международными организациями, с соответствующими центрами нашего города. Некоторые технологии там осуществляем. И видите, вот результаты нашей работы в период меньше, чем год. И, конечно, это должно работать в онкологическом учреждении. Мы готовы поделиться этим опытом. Трансляция организационной структуры и скрининга. В данном случае скрининг рака шейки матки. Мы его опробировали в нашем учреждении. И сейчас заключили соглашение, проводим в Новгородской области. Для нас это еще и исследование. Мы валидируем наши отечественные тесты для цитологии, для ВПЧ-тестирования. Это даст возможность к распространению на уровне популяции этих технологий. Ввиду отсутствия времени я не буду останавливаться на проблемах по внедрению инноваций в регионах. Но я хотел бы сказать, что это есть со стороны, конечно, самих исполнителей. В большей мере это зависит от руководителей учреждений. И там не только финансовая проблема. Это нужно создать условия мотивации внедрения этих технологий. И, конечно, организационные мероприятия в нашей системе. Мы должны создать центры, соответствующие с экспертами, озадачить их, чтобы это было их функциональным. Не только национальные центры, это и крупные онкологические центры. Это совершенствование нашего законодательства для мотивации внедрения, обновления клинических рекомендаций, чтобы эти там инновации были в этих клинических рекомендациях. И, соответственно, было заложено финансирование в тарифах ОМАЭС. И очень важно транслировать знания. Мы занимаемся, у нас есть отдел обучения, вы видите, мы много выпускаем ординаторов, аспирантов. Однако, вы понимаете, дефицит онкологов и специалистов, связанных с онкологией, сохраняется. Динамика существенно не меняется. И я хотел бы сказать, это зависит прежде всего от регионов. Там нужно создавать мотивацию для того, чтобы к вам потом поехали специалисты. И надо заниматься этим не с ординаторами, которые уже учатся, уже мотивированы на какую-то свою карьеру, а со студентами в вузах. И, конечно, большое значение имеет организация научно-практических мероприятий для трансляции самых современных знаний и технологий в наши субъекты. Мы много проводим этих мероприятий. Где-то около полторы сотни в год. В этом году несколько поменьше, но количество участников растет. Вы видите справа вверху формы этих мероприятий, их разнообразие. И, конечно, Петербургский международный форум – это клумба всех наших компетенций. И любой специалист, работающий в онкологии, найдет там свой интерес в этом форме. Пожалуйста, принимайте участие. Продолжение следует... Продолжение следует...